Всем привет! Так, слабонервы это видео не смотреть, потому что вы догадались, что я решилась. Я зашла по вашей рекомендации, зашла на канал к одной чудесной женщине, которая сама себе делает стрижки. Конечно, это мастер высокого класса. Ну, я, конечно, мастер никакого класса, но почему бы не попробовать себе сделать стрижку самостоятельно, хотя бы в виде эксперимента. Но мне это интересно, да, что это делать? Это кондиционер для волос. Обычный кондиционер какой-то козий молокотный, козий молокотный. Ладно, там, что я сейчас не вижу без очков, но это не важно. Значит, я увлажняю волосы кондиционером для волос. Наверное, надену очки. Хотя, зачем мне очки, если у меня здесь перед тобой громадное-громадное зеркало. Так, я смотрю какую-то точку. совсем не туда смотрю. Ну, что, еще нужно увлажнить. Как ни странно, как ни странно, но волос после одной маски, да, для волос, видите, практически, практически не сыпется. так же, вот эта масочка с козором и молоком, маслом. Хорошая. Так, начну с щелки. Щелочку. Ой-ой-ой, щелка самое такое основное, потому что... Так, я ничего не объясняю. Если вам не лень, то просто смотрите, да и все. В виде интереса. А то, если не хотите смотреть, то не смотрите. Значит, челка. Челка у меня, в принципе, нормальная. Вот, я, ну, практически убирать не надо. Но я возьму так чуть-чуть-чуть-чуть. Чуть-чуть-чуть-чуть. Эту челочку сейчас я уберу. Ножницы у меня обыкновенные. У меня все обыкновенные. Ничего мне такого нету. Так. Ну что? Капелюшечку. Буквально капелюшечку. Такую капелюшечку я сниму. Хорошие ножницы, острые, кстати. Чуть-чуть. Ну, нормальная челка. Не хочу ее дергать. Теперь, что я хочу сделать? Теперь, вот эти такие концы интересные. Я их как-то сейчас подровняю. Начать так. Как она говорила, слушайте, я забыла, по-моему, эта клиния должна быть до ушей. Вот так. Ладно, что получится. Не получится, а пойду. И тогда уже мастеру будет, настоящему мастеру будет, работенка, да, из того, что я тут наделаю, надо будет делать стрижку. Так. Теперь вот так я делаю такое. Ой, господи, господи. Ну, короче, надо же делать как-то с этими движениями. Движениями. Ой, вообще, я смелый человек, вы знаете, настолько смелый. Был бы станок такой, я бы, еще и поблилась. Поблилась мне. Ой, что вы скажете? Что вы скажете? Что вы скажете? Вы еще смотрите или уже разбежались? Так. я-то буду до конца, от начала до конца рукой уверенной. Так, так же, вот так, да? Ну, пошла, поехали, поехали, поехали. Там у меня, видите, картинки на стенке, видны вам картинки или не видны? Это же, я когда там клеила на кухне ткань, помните? Она до сих пор, кстати, тут фартук такой. На чем? На крахмале. Заваривала крахмал и, так, смотрите, ровно или нет. Еще немножко здесь, по-моему, надо снять, да? Чуть-чуть. Было много, кстати, вопросов, до сих пор вы спрашиваете. В первых, или там не заводятся тараканы, какие-то там насекомые, вот пресень не завелась и не покрыла все стенки. Так, по-моему, вот это короче, это длиннее, Господи. Вот. То ничего не заводится. Отлично все стоит. Кстати, никакой пресени не отпадает эта ткань и легко убирается. Ну, если захочу, то я сниму, постираю, но вот я, когда полгода назад, да, в прошлом году еще мы клеили перед Новым Годом, да, до сих пор эта ткань на стене. И вы спрашивали, а можно ли ванной наклеить ткань? Можно. Вот эти кусочки, это я еще тогда наклеила перед Новым Годом, чтобы сделать видео, но видео так и не сделала, видео ответ, да, я его не сделала. Вот. А ткань наклеила, даже наклеила такую ковровую ткань на стене и тоже на крахмале. Это ванная комната, понимаете. здесь бывает жарко и влажно, хотя у меня тоже здесь никого не приедет, и ничего нет. То все хорошо держится, ничего не отпало, спокойненько все, а то такие красивые звездочки, видите, кто они. Так что можно спокойно наклеить ткань, какие-то там рисуночки. Так, ну ладно, вы поняли, то я отдельное видео и сделаю. Теперь, что мне сделать тут, а? Тут, значит, с челкой, допустим, мне сравнивать нечего, да? Но тут немножечко надо будет снять, чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть, чуть-чуть-чуть-чуть снять надо. Вот, вот я его и сниму. Так. Ой, что я делаю? Ой, что я делаю? Что? Что? Воноробы! Это же моя голова. Что я сделаю, то и будет. И потом поделитесь. Наверное, так еще никто. Знаете, так никто не кохал. Так, наверное, никто стрижку не делал. По-моему, мне волосок попал в глаз. Так я чуть-чуть-чуть, чуть-чуть-чуть, чуть-чуть-чуть вот эти кончики я убираю. Что мне сказали, что длину волоса трогать не надо. Я ее трогать пока и не буду. Потому что если я сейчас ее в эту голову угроблю, мне надо оставить волосы. Вот, кстати, какой-то такой длинный конец. Я его заберу. Что-то мне вам не нравится. То надо немножко волосы оставить для того, чтобы в крайнем случае потом было что-то доравнивать мастеру. Счастью, приехала моя мастерица. Приехала. Так что она мне все простит. Если что, то она мне все простит. Так и скажу. Так хотелось. Так хотелось. Сделаю тогда короткую-короткую стрижку. А что мне? Я могу сделать себе коротюсенькую, прикоротюсенькую. У меня есть шляпа. Сейчас жарко. Все равно, что зимой холодно, то летом и жарко. Их носу тоже шапочку. Вот такую шляпочку. Ну, не знаю. Ну, какая-то работа. Вот эти вот штуки. Я помою голову, они еще больше закрутятся. Я их, наверное, оставлю, да? Или можно вот так вот вообще взять, вот это взять, вот так вот все. И тут тоже вот так вот выровнять. Смотрите, это же можно выровнять на этом себе. Или не стоит? Наверное, не стоит. Да. Я сейчас помою голову. Хотя я ее мыла. Я ее мыла и до стрижки. И сейчас помою после стрижки. Результат вы увидите, конечно, уже когда я волосы высушу. Мне кажется, что будет неплохо. Вот эти вот пейсы, пейсы их называются, вот эти пейсы, я убрала. Уже как-то будет, мне кажется, будет нормально. Хочется, чтобы стрижка закончилась, дорогие мои. Но вы, конечно, не рискуйте, если не умеете, то не следите, потому что это не мастер-классный. Это мастер-бабушка Оля. Вот. И учитывая то, что у меня всегда возникают какие-то идеи, и я ее упущаю в жизнь, вот. Ну, смотрите, по-моему, ничего. По-моему, ничего. Все. Всего вам доброго. Спасибо за терпение, за уважение. Спасибо за комментарии. Спасибо за то, что вы есть. Я вас всех люблю, обожаю. Ой, разрешение.